я вас всех приветствую в одном из обзоров я уже показывал вот этот powerbank купленный китая на aliexpress здесь заявленная емкость 10000 миллиампер часов два выхода по 2 ампера солнечная зарядная 5 с половиной вольт 280 миллиампер про емкость я уже говорил сюда заправила 7250 миллиампер производитель немножко хитрит они указывают реальную емкость самих батарей без учета преобразования из 5 вольт и обратно в 5 вольт при разряде вот но это видео не о емкости я хочу проверить работает ли здесь зарядное устройство от солнца я его полностью разрядил мигающий светодиод показывает что аккумулятор полностью разряжен вот как то так направление панели на юг солнце сейчас вот там будет двигаться в эту сторону все ждем а поставил банк на зарядку сразу же началась вот такая вот облачность как сейчас и походу что это будет целый день четыре дня я пытался дождаться нормальной солнечной погоды чем-то кеви не дождался стало еще хуже пошел вот такой дождь причем это уже второй раз за четыре дня но сейчас посмотрим зарядилась ли что-то сюда за это все время пролежал этот банк на зарядке четыре дня и несколько часов на пятый день два дня погода была просто отвратительно с дождями облачность два дня была переменная облачность облака процентов 70 30 процентов солнца включаем горит два светодиода из четырех то есть показывает приблизительно 50 процентов емкости вот еще раз если открыть опять пойдет заряд или типа пойдет сейчас надо подключить какое-нибудь устройство поставить на зарядку через счетчик и посмотреть сколько из него выльется причем хочу добавить все эти дни пока проводился тест по вечерам активно пользовались фонариком фонарик здесь по моим предположениям около двух ватт довольно яркий в темноте светит где-то метров на двадцать у него довольно широкий угол для чистоты эксперимента исключим до зарядку банка от солнца заряжать буду телефон htc включаю что тут просела до 503 вольта ток 095 все пускай лежит в общем получилось вытянуть 2 250 htc полностью зарядился еще хватило немножко дозарядить во второй телефон вот сейчас направил панель на солнце аккуму полностью разряжен но банк пытается стартовать потому что идет какой-то заряд от солнечной панели вот ладно не буду его мучить заряжу от сети и потом расскажу свое впечатление про это все вот в общем то можно подвести итоги этого эксперимента значит сколько заправилась от сети вы видите 7 с хвостиком на разряд я его проверять не буду я это уже делал правда без видеокамеры там получилось что-то около пяти с половиной ампер часов вытащить из него получилось тест на водостойкость он прошел два раза попал под дождь один раз под ливень один раз под затяжной как честно продавец и предупреждал купать его полностью в воде как на рекламном фото показано не стоит дождь он выдержит солнечная панель хоть и маленькая но она действительно рабочая она здесь не для мебели установлена она действительно может заряжать этот повар банк долго но может то есть если это скажем какие-то экстремальные условия вдали от цивилизации то хотя бы там накопить энергии для зарядки кого-то телефона для важного звонка здесь в общем то хватит не не советую злоупотреблять зарядкой от солнца в жаркий безветренный день потому что корпус банка очень сильно нагреется а это вредно для самого аккумулятора если вы думаете брать подобный банк советую взять еще вот такой подсумок он конечно не для него предназначен но этот банк сюда очень хорошо подходит как сетевое зарядное посоветую вот такой адаптер я уже про них неоднократно рассказывал показывал своих прошлых обзорах недорогая хорошая штучка вот этот белый шнур доз идет в комплектации с самим банком но он коротенький лучше все таки взять вот этот относить как запасной на всякий случай если вы придерживаетесь такого принципа хочу все знать можно взять вот такой счетчик но и так знают кому-то они не нравятся из-за вот этого шнура в принципе если вам там не надо супер-пупер точность в общем то его хватит видеть сколько вы куда заправили все это прекрасно помещается в эту сумку немножко пузатенько но если не брать с собой счетчики два дополнительных шнура она будет выглядеть еще компактнее чем в таком варианте ссылки на это все дело в описании под видео я дам ссылку на этот банк который я себе купил это влагозащищенная модель она не дешевая также дам ссылку в этом же магазине есть более популярная версия он не влагозащищенный но стоит порядка там на 10 долларов дешевле по моему вот на этом в общем то все всем удачи всем пока